МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ростове запущен новый маршрут номер 700, привокзальная площадь, аэропорт Платов. Первую неделю на линии будет работать 4 больших автобуса, затем количество графиков и расписания будут скорректированы, сообщает портал Ростов Транспорт. Маршрут имеет минимум остановок, привокзальная площадь, пригородный, старый автовокзал, старый аэропорт на проспекте Шолохова и аэропорт Платов. Стоимость проезда до аэропорта – 95 рублей. По Ростову применяется городской тариф. Сейчас принимаются только наличные деньги. В ближайшее время автобусы подключат к системе безналичной оплаты. В Международном аэропорту Платов провели тестовые испытания, имитирующие повышенную нагрузку, которая прогнозируется во время проведения в Ростове-на-Дону матчей Чемпионата мира по футболу 2018, сообщает портал Донской авиагавани. Учения с участием почти 500 волонтеров проводились во время вечернего массового разлета, чтобы условия были максимально приближены к ожидаемым пикам обслуживания пассажиров во время Мундиаля. Тестирование воссоздавало обслуживание рейса на воздушном судне «Боинг-777», вместимость которого в компоновке эконом-класса до 407 пассажиров. По сценарию все пассажиры прибыли организованными группами, таким образом в Платове одновременно находилось около 2000 пассажиров, что соответствует максимальной пропускной способности нового аэропорта. В Ростове-на-Дону определен порядок эвакуации машин, которые долгое время находились на улицах города. Документ опубликован на официальном сайте администрации Донской столицы. Он утверждает формы акта обследования и требования о перемещении транспортного средства. Что касается статуса брошенный автомобиль, то он присваивается транспортному средству, хозяин которого не объявляется более 10 дней. Оформив документы, машину могут переместить на специальную стоянку, а на сайте администрации в созданный список брошенок добавятся данные об автомобиле. Через месяц, если владелец не появится, его авто могут признать бесхозным. Городоначальник Ростова Виталий Кушнарев заявил о создании в городе службы эвакуации. Губернатор Василий Голубев поручил еще до начала чемпионата усилить работу по освобождению центральных улиц от неправильно припаркованных автомашин. Для этого к имеющимся шести эвакуаторам будет добавлено еще 10 единиц спецтранспорта. В Ростове-на-Дону продолжаются ремонтные работы улично-дорожной сети в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что в ростовской агломерации ремонтные работы разделены на два этапа. В соответствии с муниципальными контрактами в рамках первого этапа дорожные бригады выполнили работы на 22 объектах улично-дорожной сети и еще 21 объект будет отремонтирован до 25 октября текущего года, сообщает Департамент автомобильных дорог и Организации дорожного движения администрации города Ростова-на-Дону. Проведение дно углубительных работ в акваториях Ростовской области обсудили на заседании Морского совета. Такое решение вызвано ухудшением судоходства в устье Дона. Работы пройдут на внутренних водных путях, Таганрогском подходном канале и акваториях речных и морских портов регионе. В настоящее время предприятием ведется работа по организации дно углубительных работ на участке судового хода реки Дон от 3 121 километра до 3 169 километра, находящихся в границах морских портов Ростов-на-Дону и Азов. Общий объем дно углубительных работ в морских портах Азов и Таганрог составит больше полутора тысяч кубометров, завершатых к концу 2018 года.